добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас непростая задачка будем с вами вместе приручать дракона дракон это известный достаточно вариант сицилианской защите и когда-то в детстве я его изучала потом изучал уже не в детстве достаточно взрослом возрасте но так по большому счету никогда и особо не применяла то есть применяла достаточно мало в турнирной практике буквально там считанные партии которые я сыграла в этом варианте хотя пробовала играть даже достаточно таких серьезных турнирах но почему-то всегда меня что-то в этом варианте останавливала за черных ну вот теперь у меня появились ученики и я могу начать изучать этот дебют и сначала вместе с ними вот на протяжении последних двух недель у нас были два занятия по варианту дракона сегодня решили попрактиковаться мне почему-то всегда казалось что за белых все-таки чуточку играть легче но при этом где-то года до 2013 я судя по базе ведь вижу что дракон применялся очень активно на высоком уровне в том числе самим магнусом карлсоном но это некоторый дополнительный знак качества а вот после 2013 года как-то меньше стал применять магнус по крайней мере в классику этот вариант я думаю что это связано с колоссальным развитием движков то есть достаточно трудно стало готовить этот вариант потому что как кстати объяснил мне александр белые имеют слишком большой выбор здесь отвечает но давайте вообще начнем с того что такое собственно дракон потому что ближайшие 20 минут я предлагаю такую совершить маленькую обзорную экскурсию по этому варианту именно рассчитаны на тех кто на кто этот вариант никогда не играл но я думаю что у нас в чате люди знающие поэтому что-то мне могут подсказать я буду рассчитывать на тех людей которые не играли никогда чтобы у них была возможность сегодня сыграть в нашем турнире напоминаю что у нас турнир начнется 9 на в 20 00 я сейчас скину ссылку в чат вообще так же есть в описании к видео вот он наш турнирчик я здесь под первым номером с рейтингом 2 498 но состав я смотрю набирается достаточно неплохой мурат ческ нам пришел вижу что в моих учеников тут пока еще маловато друзья мои присоединяйтесь не забывайте про турнир я понимаю что многие из вас возвращаются с работы турнирчик у нас здесь вот он присоединяйтесь турнир по варианту дракона что такое собственно сам дракон этот дебют возник у нас где-то примерно в середине 19 века возник этот дебют насколько я помню раньше считалось как то что сицилианской защите с чего вообще начинал начиналась теория что изначально были более популярные линии связанные с туда почему конец 6 е6 с развитием этого слона но вот вариант дракона в тот момент это было что-то типа новой нового слова в теории это была какая-то типа новинка и почему он назван вариантом дракона не потому что он такой агрессивный не потому что он такой огнедыжащий а потому что напомнил создателям этого варианта вот это выстроение пешечной структуры таким принципом хвост дракона и созвездия дракона и так здесь белые мы сегодня смотрим только основные линии потому что как я уже говорил основная сложность заключается в том что белые могут играть как угодно сейчас открою еще заодно чтобы сразу не пропускать важные вопросы то значит d4 ну как в любой сицилианской защиты защите пешка c5 она выходит сюда не просто так мы бьем опять же мы смотрим вариант только конь d4 ферзь d4 не является ошибкой но к нашей сегодняшней теме не имеет отношения конь f6 тоже важный ход потому что есть еще так называемый ранний дракон когда черные играют сразу же g6 но опять же это не тема нашей сегодняшнего обзора поэтому мы играем конь f6 конь c3 и теперь опять же огромный выбор у черных но если мы с вами драко любители того самого дракона здесь мы должны сыграть g6 если мы играем а6 это на это здесь есть разные продолжения и е6 и конь c6 и даже е5 но мы играем же 6 и вот мы выстроили ту самую пешечную структуру которая и напомнила о созвездии дракона g6 теперь у белых очень много планов в этом конечно основной недостаток всех этих схем потому что белые могут играть план с f4 они могут играть же 3 слон же 2 и короткой рокировкой они могут играть план со слоном на е3 это скажем основной который мы сегодня больше степени ему посвятим время они могут сразу же сыграть слон c4 скажем так основные плюсы позиции белых здесь заключается в том что все-таки активная пешка е4 и у черных проблема с полем d5 достаточно часто возникает и те дебютные варианты когда белые играют с короткой рокировкой связаны в основном с давлением на поле d5 вот например если они играют как-то g3 мы играем допустим слон же 7 или конь c6 сразу же допустим конь c6 теперь у белых некоторая возникает сложность конем на d4 потому что обычно если белые хотят играть со слоном на е3 то они играют не с g3 а они играют сразу же слон е3 поэтому здесь с конем возникает некоторое сумбур бить на c6 обычно не очень-то хочется хотя это возможный ход но таким образом мы как раз прикрываем поле но иногда белые на это идут здесь хотя бы у нас проблемы с полем d5 нету но правда после хода слон же 2 где-то в некоторых вариантах провисает пешка на c6 и где-то грозит c5 ну да и даже сразу же грозит е5 поэтому надо эту пешку как-то защитить на c6 или уйти конем заранее в этом сложность иногда белые не меняют коня уходит сразу же куда-то например на е2 сон же 7 сон же 2 рокировка рокировка это такое знаете не драконистый совсем дракон мы его сегодня подробно обсуждать не будем но единственное что могу здесь сказать что главная идея белых здесь рано или поздно где-то сыграть конь d5 и после размена возникает давление на пешку е7 а если этого коня не менять то его приходится как-то терпеть но это такие спокойные схемы если говорить о ходе f4 то этот ход тоже во многих сицианских структурах встречается но проблема здесь заключается в том что позиция бывает несколько рыхлая что-то то есть в 3 все-таки более крепкий ход f4 создает слабость пешки е4 который во многих вариантах теперь мы естественно играем конь c6 давим на коня и вот тут возникает тоже такой момент потому что теперь если сыграть слон е3 вроде бы как идея его защитить то здесь есть ход конь g4 именно при коне на c6 появляется ход конь g4 потом покажу почему важно что конь стоит на c6 потому что без коня на c6 вот эти ранние выпады коня не работают но это уже мы в другом варианте с вами посмотрим ну слон g1 конечно сыграть можно но что-то уже не то е5 в общем здесь белые не совсем не то что хотели получили поэтому конечно же слон е3 мы не играем здесь мы можем вернуться конем назад ну тогда слон g7 и у белых теперь идея сделать рокировку поэтому нужно выводить слона либо на 3 либо на c4 например если кодица он за 4 рокировка допустим теперь если да проблема еще заключается в том что здесь после рокировки есть такой довольно неприятный выпад ферзем либо сразу на b6 либо после б5 допустим если взяли ферзь б6 король h1 теперь конь е4 тут грозит и конь f2 и конь c3 и словно б5 провисает в общем довольно таки много проблем поэтому в общем-то белыми да здесь конечно ход конь f3 не обязательный можно побить это более темповой ход опять же чтобы быстрее развитие закончили бы слон b5 но тогда слон d7 теперь уже слон е3 играть можно потому что конь же 4 ход не настолько опасен за счет вот этого включения ходов слон b5 слон d7 она на руку здесь бил ну в общем мне кажется что не так страшно на слон d7 можно конечно побить побить получить вот эту позицию е5 попробовать да и здесь у черных два слона но у белых довольно таки сильные пешки опять же это все не совсем драконовские игры давайте все-таки перейдем к непосредственно к самым драконистым из драконов f3 все-таки точнее не в 3 а все-таки слон е3 здесь основной ход не смотрите что пишет здесь компьютер в принципе f3 ведет к перестановке ходов но люди чаще всего ходят слон е3 и вот здесь как раз ходу конь g4 белые не опасаются вообще потому что теперь на ход конь g4 последует страшный выход выпад сона на b5 вот то о чем я говорила что в отсутствие коня на c6 действительно очень страшно особенно при отсутствии слона на g7 там хоть бы король f8 можно было пойти а здесь если играть сон d7 то мы просто можем побить ферзи ферзиом на g4 и слон оказывается связан мы теряем фигуру ну а если по битву поди конь c6 то после конь c6 bc слон c6 теперь еще и качество там теряется в общем ничего хорошего здесь не происходит но может быть можно еще быстрее выиграть чем слона 8 но в любом случае понятно что в общем конь g4 здесь выпада нет поэтому мы играем слон g7 и вот здесь уже белые играют f3 защищаются от нападок тогда черные играют рокировку мы смотрим опять же самую основную линию здесь у белых выбор очень принципиальный здесь есть разные планы но главным образом они все подразделяются на две основные линии это игру связаны с ходом солнца 4 и игру без хода солнца 4 если без солнца 4 то белые иногда играют вплоть до h4 или же 4 сразу же я знаю что некоторые особо особо хитрые играют даже h4 где-то здесь но это все таки тоже не не драконовская скорее игра не совсем не совсем классическая драконовская игра ну и к ходам типа h4 мы с вами вернемся чуть позже после основных линий давайте все-таки посмотрим основную значит это слон g3 слон g7 f3 рокировка и вот первое первый способ это играть без слона на c4 сразу сыграть ферзь d2 конь c6 длинная рокировка и вот здесь у черных теперь уже наконец-то выбор у черных наконец-то выбор у черных считается что самый ход ведущий к уравнению или почти к уравнению это ход d5 он ведет зачастую к м шпильным позициям правда у белых здесь есть несколько маленьких ловушек одна из этих ловушек это например такой есть ход ферзь е1 теперь после хода d е черные сразу же проигрывают ввиду хода конь c6 то тут главное не зимнуть и не не обрадоваться раньше времени но есть уравнивающий ход е5 так 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 и вот здесь мы берем конем мы берем конем и получаем довольно таки живенькую позицию потому что хоть белые и продолжают здесь наступление но она считается не настолько страшным потому что мы наши фигуры тоже в общем то уже готовы к игре согласитесь мы поставили здесь слона потом ферзя на c7 и линия аж конечно вскроется но даже после вскрытия игры здесь мат поставить очень трудно за белых так что ферзь е1 это ход коварный но не смертельный есть ход король b1 это ход тоже коварный но тоже не смертельный но идея опять же заключается в том что на ферзь е1 после конца 6 ферзь е2 конь е7 белые выигрывают такой выжидательный скажем ход как отправить на снегурочкин наряд это нужно зайти отправить донат большое спасибо за подписку спонсорскую фарида так нам надо с вами как-то ускоряться потому что через 10 минут начинается турнир а я как говорится только-только-только вошла во вкус но вы знаете дебют дело такое тут можно закопаться закопаться капитально так вот на все вот эти отклонения король b1 и так далее здесь есть возможный тоже ход е5 но но по-моему здесь основной все-таки ход такой так слон d4 а есть эти еще промежуточных вот тоже е5 кони в 5 мы отдаем обратно фигуру так как мы на d4 съели взяли и вот здесь в основном важно почему-то побить е ну точнее не почему-то а потому что находится он и в 6 после года конь d5 слон под подбой попадает и это очень неприятно здесь правда есть какая-то жертва ферзя по-моему и ванчук так играл как и 5 конь е3 да это партия адамс и ванчук и даже они сыграли в ничью но это надо быть и ванчуком чтобы здесь так играть поэтому да король b1 тоже коварный ход но самый прям такой прямолинейный и самый распространенный ход этот ход еды выигрывающий здесь на первый взгляд пешку после разменов 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 ферзь d5 в общем белые выигрывают пешку но черные ее специально отдали теперь они еще готовы лаги отдать посмотрите как здорово здесь стреляет слон естественно только не в эндшпиль только не в колючий кустарник здесь мы как раз готовы отдать ладью но после вот этого хода ферзь а8 слон f5 грозит мат на c2 грозит взять ладьи поэтому нужно бить ладью мы берем королем и дальше у нас план связан с тем что где-то мы играем h5 король g8 по-моему для того чтобы избавиться из от угроз по восьмому ряду и здесь кстати белым нужно быть очень аккуратным сейчас грозит мат и нет хода слон d3 такого довольно естественного хода слон d3 потому что после ходу ферзь е5 двойной удар и поэтому здесь белым нужно проявить бдительность сыграть владеет 2 мы играем h5 там слон е2 опять же слон d3 тоже под ферзь е5 попадает а почему слон едва не попадает под ферзь е5 потому что на ферзь е5 здесь пока последует просто мат мы ладье не перекрыли линию а вот после хода король g8 мы уже будем где-то ходом ферзь е5 угрожать ну и вот чем здесь возникает такое что я по моему своей жизни сыграла его только один раз как раз за черных на мой взгляд эта позиция вполне жизнеспособная и даже можно и сверзем почему бы и нет так но мы с вами вернемся к исходникам вот эта позиция после хода d5 она не обязательно за черных черные могут играть здесь просто слон d7 так в духе простых тех вариантов дракона которые мы с вами посмотрим после хода солнца 4 есть еще ход конь d4 слон d4 и слон е6 такая старая каспаровская идея которая считается за белых сейчас совершенно не опасной потому что после хода король b1 белые защищают кстати король b1 почти всегда очень полезный ход дело в том что во многих вариантах полезно уйти из-под этой диагонали и ну и пешку защитить на а2 поэтому король b1 почти всегда полезная профилактика ну а дальше белые в духе самых драконовских идей просто здесь наступают пешки но тем не менее так играть можно если например ваш соперник хорошо готов к линии с d5 то вы можете таким образом его удивить так что гибкость некоторые у черных тоже здесь присутствует то вторая значит принципиальная линия это ход солнца 4 лично на мой взгляд ход солнца 4 очень опасной потому что этот сон с одной стороны стреляет здесь и с другой стороны после того как он пойдет на b3 он будет защищать короля теперь теперь уже d5 план не работает поэтому черный переходит плану b слон d7 и и вот здесь тоже гигантское количество разновидностей но мы с вами посмотрим ход аж 4 сразу же и вот здесь когда-то в старые времена считалось что аж 5 играть здесь опасно но сейчас так играют достаточно часто то есть по-прежнему основным ходом является ход владея c8 теперь уже черные грозят сыграть конь d4 и провисает слон поэтому чаще всего слона отходит и вот здесь опять же развилка да можно сыграть конь е5 и позволить сыграть h5 но чаще всего играют g4 но можно аж 5 и сразу с жертвой допустим если конь аж 5 длинная рокировка мы этого коня сюда заманили и линия аж у белых все-таки вскрыта но какая какая здесь есть спасительная идея за черных основная спасительная идея заключается в том чтобы в какой-то подходящий момент пожертвовать качество на c3 без этой жертвы качества дракон в половине случаев бы просто не выживал ну вот например здесь есть ну сразу же мы обычно это качество не жертва мы его жертвуем в нужный момент какой момент я считаю нужным это либо когда белым приходится бить bc на ладе c3 либо в тот момент когда после взятия ферзи у белых разрушается пешечная структура ну вот например мы там сыграем конь перси опять если например здесь они сыграют слон а6 то вот как раз идея схода ладья c3 присутствует сразу же потому что теперь ферзи 3 бить нельзя из-за того что пробьют на c2 а если bc то то в этом случае вот мы оставили плохую структуру берем берем да вот тут важный момент потому что у нас тоже проблема все-таки по линии аж и тут начинается игра на встречных курсах вот сейчас конечно мы начнем играть и будут я вас уверяю будут очень веселые партии потому что запомнить все варианты довольно таки трудно то есть например если побить с c3 кажется что грозит ферзи 1 довольно неприятный ход потому что после король d2 там начинает провисать конь то есть это угроза не столько королю сколько угроза этому коню на d4 но у белых почти всегда спасает любимый ход королев король b1 ну и здесь теперь грозит g4 и на коне в 6 грозит ход кони в 5 еще очень часто да одна из основных идей белых это кстати где-то сыграть конь кони в 5 одна из ключевых вот этот ход кони в 5 если бы не он то опять же у черных было бы все хорошо так если скажем на уровне идеи рассуждать то для черных ключевые идеи это ладья c3 конь c4 конь c4 ход нужен для того чтобы разменять слона вот например здесь можно и сразу сыграть конь c4 и выбирая между тем какого слона отдать белые всегда 99 процентов случаев отдаются она белопольного чернопольный слон нужен нам для того чтобы разменять здесь до солнца 4 ладья c4 то есть таким образом мы избавились от этого слона теперь у нас уже пешка на 2 чуть-чуть ослабляется ладья кстати сама по себе активизируется теперь мы уже не даем сыграть слона 6 так что это одна из тоже идей ну и ладья c3 да не забываем об этой идее но вот коварный ход коник 5 он во многих очень во многих вариантов присутствует например g4 да у нас линия аж конечно это наша боль играем король кони в 6 и даже даже вот в таких вариантах все равно нужно считаться с такими ходами то есть даже вот казалось бы просто мы идем под бой без каких-то супер угроз а уж представьте себе что было бы если бы у нас после размена здесь стоял бы ферз и проблема в том что после если побить этого троянского коня ходом gf то после хода gf катастрофическая атака по вот этим двум линиям линиям и даже с лишней фигуры черные здесь не выживают они выживают они потому что у них отрезанность в помощи пешки f5 полностью отрезан фланг то есть мы не можем скоординировать свои силы ну допустим король h8 до ферзь h2 прямой наводкой есть еще идея ходу конь d5 кстати одна из тоже базовых идей я думаю что тут уже надо как-то отдавать качество иначе совсем будет тяжко попробовать переходить в атаку но вот этот конь наш бедный это единственное что держит пешку h7 живых если мы сыграем а 6 то мы получим мат то все равно после владельцы 1 ферз h6 будет все равно грозить мат тут мы не спасемся ну и вот уже да видите вот ничего лучшего чем где-то отдать фигуру не получается но я вас уверяю что не смотрите на компьютерные оценки вообще когда смотришь вариант дракона с компьютером то это какая-то вообще совершенно другая история когда играешь живую то совершенно другая так вот варианте солнце 4 да все таки самый основной ход я хочу показать вам еще идею h5 идею хода h5 мне кажется что она довольно сильная за черных последнее время так очень многие играли последние годы кто 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 отстаивал дракона все-таки играли h5 несмотря ни на что и допустим длинная рокировка конь е5 конь на е5 ну довольно полезно потому что здесь есть ход g4 сразу же несмотря на то что компьютер пишет что это плохой ход на самом деле это возможный ход вполне так можно белыми играть и на hg здесь идея конечно же не в том чтобы бить fg потому что это плохой ход как раз а идея в том чтобы прорываться дальше h5 сейчас там компьютер будет писать что тут нули вообще ничего за белых тут нету но поверьте здесь очень трудно защищаться то есть например ход конь h5 белые играют конь d5 таким образом они избавились от потенциальной этой жертвы на c3 и линия h есть пешку отдали белые две пешки но они отдали те пешки которые им и так особо не нужны ну и плюс к идея кони в 5 она тоже везде нависать например если сыграть так то вот уже ход кони в 5 очень неприятно грозит на е7 бить жеф нельзя понятно потому что конь на h5 провисает и по по линиям вас заматуют а если играть сон и в 5 е то здесь как видите вот этот слон начинает со всей силы стрелять но мы правда можем его забрать традиционным нашим способом и такой способ отъема слона но все-таки согласитесь здесь белые немножечко выглядят по шустрее конь на d5 силен поэтому возможен ход g4 сразу же хотя это вообще не является там в топ-3 ходов не входит все-таки обычно белые здесь играют как-то более спокойно там король b1 делают какие-то профилактические ходы вот я даже сама еще не решила как я буду играть за белых и сама не решила как я буду играть за черных в общем на мой взгляд вот эти позиции со слоном на c4 они наиболее сложные для 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 понимания для заучивания потому что просто любой ход практически возможен я не являюсь супер специалистом по варианту дракона ну вот благодаря своим ученикам я хотя бы чуть-чуть решила посмотреть теорию и предлагаю вам поучаствовать в этом интересном опыте и вот в первом же партии сильный соперник а, подождите, а почему я не слышу ходы? почему я не слышу ходы? плохо так, что такое? как-то неплохо что я не слышу ходы, ну ладно о, слышу ходы, ура так, мой соперник почему-то не делает рокировку это такая не совсем традиционная игра но мы можем пока, например, что мы можем? можем начать с хода g4 пока слон е6 кстати, этого слона очень часто бывает даже и жертвуют так вот аж 5 так, ну что, с длинной рокировкой будем играть или с короткой можно и в короткой, в принципе, уйти мне кажется, что в короткой здесь король даже будет понадежнее расположим версия 5 что он хочет пока не понятно, что он хочет может, хочет попробуй b4, что ли, провести это совсем не тот вариант дракона, который мы готовили на занятия но я, честно говоря, думаю, что так может быть, даже в эншкли вообще думаю пойти правда, конь е2 ферзь d2 взяли, взяли конь c4 там как-то у меня висит на b2 слон c3 правда, можно сыграть слон c3 можно еще сыграть просто b3 но там на ферзь c3, да, и конь f3, что-то не то конь c4 неприятная угроза b4, он просто уйдет слон d4 есть еще ход у меня, но там конь c4 все равно ладно, давайте пойду так да, друзья мои, турнир открытый для всех желающих поэтому заходите сейчас ссылку еще раз кину присоединяйтесь он всего лишь один час у нас длится и контроль я специально поставила такой чтобы вы могли чтобы вы могли подумать даже если вы никогда, например, не играли вариант дракона чтобы у вас была возможность как-то так, на b3 конь a3, видимо, он задумал ход но я, кстати, эту пешку отыграю а3, b4, а4, bc, а4, c4 таким, мне кажется, маршрутом я пешку могу отыграть так что не страшно насколько нужно, конечно, вопрос ну ладно, давайте так сыграем либо могу пешку а6 я съесть так, сюда ушел в центр я хочу коня на d4 перевести пришел донат спасибо, после партии зачту ну, у нас, видите, в первом туре не драконовский дракон такой получился так, что мы делаем какой план пока защищу пешку просто на c2 чтобы коня освободить ну, где c3, да где c3 есть такой ход может быть, слонов 1а4 как-то провести давайте попробуем а4 хочу на а6 съесть он, видимо, на сломба 5 хочет сыграть коня в 3 но я сыграю тогда коня в 3 а4 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 мне кажется, что со счет того, что король на f7 стоит здесь он, мне кажется, зевнул а4 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 тоже укрепим пешку может быть кстати это и не самый лучший ход ну ладно так конь бы 5 я еще не могу эту ладью съесть нет у меня на c2 висит вообще как-то короля бы надо подключить к игре давайте так укреплю здесь двигается разменчик пешка висит так пассивно вставать не хочется так пойдем 5 готовит что он готовит 5 конь c3 вроде пока ничего не дается еще ход ладья 6 есть еще интересный 6 а нет нельзя так ходить там конь c4 и конь е3 так можно зевнуть и качество ой 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 куда-то я встала неудачно ай ой ой он мог выиграть качество флаг упал упал ну выиграна же позиция что-то я над чем я думала непонятно ну в общем дракон в принципе был нормальный но только в конце уже наверно надо было без разговоров такая вот партия получилось интересно в принципе у нас но совершенно не драконовская так а снова играю белыми посмотрим как здесь получится так е5 тоже совершенно не драконовский ход гениальные комментарии идут по поводу макияжа что оказывается если замужем то можно без макияжа если не замужем то нельзя ребята вы в каком веке живете случайно так чисто любопытно в каком веке нынче зрители живут кстати до нового года осталось всего ничего так что давайте избавляться от всех от всего ненужного от всего мусора в голове и в новый год с со свежей головой как вам такая идея соперник меня своей такой знаете совершенно анти анти шахматной игрой что ли меня даже немножечко смутил ладно пока разобьемся если женщина не в макияже она не в поиске ребята срочно срочно избавляемся от мусора в голове прям вот берем и чистим чистим что у вас в голове какие макияжи ребята вы же мужчина тем более о чем вы думаете вообще что за шаблоны что за стереотипы откуда вы этого набрались вообще всего мы какие-то едим пешки ну ребят я конечно прошу прощения что к варианту дракона этот эта партия не имеет никакого отношения но это не моя вина здесь я только с автор меняться или не меняться вот в чем вопрос конечно не хочется меняться хочется оставить себе двух слонов ну словно же 7 правда тоже неплохой варен так уж и быть а вот коня я не пущу на 4 да рокировку делать как-то поздновато уже поэтому пусть конь наш 5 там стоит ну как вы понимаете я сегодня в таком мирном настроении не пытаюсь быстро быстро на берсерках стоять и так бегом бегом как-то нет такой задачи просто играю в шахматы и мне самой интересно получить какие-то интересные драконовские партии если получится хотя бы одна по-настоящему интересная драконовская партия то уже будет хорошо ну и плюс ко всему у нас сегодня последнее занятие с группой шахматной моей каком-то смысле такой корпоративный драконовский турнирчик кстати ворча складе у меня видимо будет продолжение занятий тоже групповых уже с февраля зачем черные играют такую позицию но может быть черный первый раз жизни играют например с с гроссмейстером может такой быть может хотят насладиться моментом давно ли вы стали ходить на квизы вчера была второй раз я на квизе кафе пражечка первый раз меня туда пригласил как с какой стороны начать эмиль сутовский я играла в команде с ним там мы кстати не заняли несмотря на то что эмиль очень эрудированный человек несмотря на это мы не заняли там какое-то призовое место там видимо пришло пришли профессионалы и поэтому мы ничего не показали а вот вчера мы заняли второе место это была моя первая такая квиз квиз квизовская медаль ну слушайте ну выбрасывайте мусор из головы это что может быть более мирного это из серии ребята давайте жить дружно ну правда перед новым годом надо вот чистить чистить пространство я между прочим сколько там осталось-то дней всего ничего о я черненькими черненькими ой почему я слон g7 то хожу ход белых g3 вот видите тимур не знаю слушал начало этого ролика или еще что почему я конь с 6 не сыграла перед дракировкой кстати конь с 6 надо было сыграть потому что теперь если сыграть конь с 6 взяли взяли то е5 вот эта идея с которой нужно читаться идти интернет шалит 5 налей влепили как-то так слушайте у меня такого не было чтобы не кто-то влеплял какие-то нули называется как смешать дракона и найдорфа и получится дракона найдорфа и что-то еще и получится вот что-то такое сколько перед собой как и 3 играют без всяких без прелюдии до конь же 4 в ход всегда напрашиваются тут пока какой-нибудь 5 как-то у меня ферз попадает покойнете пять поэтому пойдем сюда Здесь у меня поле Б6, конечно, слабенькое Поле Д5 тоже не очень-то Но зато мат не получу В общем, в каждой ситуации нужно находить свои плюсы Мат я здесь... Кстати, почему никто не говорит, что наверняка очень тихо? Потому что микрофончик-то у меня здесь далековато Так, он Е2 ушел Ну хорошо, а я тогда еще на конь же 4 А, под конь Д5 же попадаю Попадаю я, да? Была такая песня Не ходит Не ходит Что со мной что-то происходит, да? Я под все попадаю, да? Слон Е6, H3, конь Е5, допустим Или конь Е6, как бы я Так Пока на Е7 защищено На конь Д5 уйдем Соперник-то оказался скромнее, чем мы про него думали А если я сыграю конь? Конь Б4 Конь Ж4, конь Б4 Давно я так не стояла Лихо Здрасте, будьте С наступающим Вот это сразу все Сказал, так сказал Хочу Конь Ана С4 провести На Дубай уже собрали Отправил донат Нам Дэн И Виталс отправил донат Красота спасет мир Спасибо за красоту Мне, как любой девушке Про красоту особенно приятно слышать Да, ну вот тут Мне кажется, что Вполне у меня нормальная позиция На Конь С3 он, видимо Конь С4, Солн С3 Мы, допустим, возьмем Он возьмет Мы возьмем Вроде можно Даже, наверное, нужно Иначе все то же самое Только в худшей редакции будет Кони такие у меня, да Прыгучие оказались Но одного, к сожалению, разменяли Здесь есть Конь Б2 Еще сразу ход Давайте сразу Конь Б2 сыграем Потому что на взятие Взятия С3 Он моего слона не успевает В стиле Карлсона С непомнящим Помните, как дело было? Конь С3 Так, предлагаю вернуться конем И подумать вообще Может быть, сохранить слонов Их не менять как-то Не очень понятно как Как не менять-то А может быть, если он сыграет Ферзь Д1 То я Конь Е3 Ему Хоп-хоп Вот так А если он сыграет Ферзь Д3 То Конь Е5 Он где-то Ф4 потом Но до этого Еще надо дожить Сразу почувствовал человека Сразу почувствовал человека с музыкальным образованием Есть такое Образование имеется Но не используется Но не используется никак Давайте слона выведем Как же, говорит, я плохо играю Но выиграл партию Так, теперь у нас выбор Что мы едим Можно побить Здесь Можно побить Здесь Может, он же 6 задумал Взяли Взяли Е5 Наверное, выживем А почему Е5 Кстати, владея в 7 Жизнь спокойно Вот Мы опять Опять занимаемся Каким-то пешкоедством Безумным Какое-то безумное Пешкоедство Так С Е3 Ну и в 5 Он уйдет, наверное, на шагу Х1 Ну и пусть себе Плывет Слон Аш3 Немножко застрявший, конечно Поле Е6 ослабило Ну что-то напросился На этот ход Зачем я сыграла 5 Потом конь в 4 Конь Е6 Придет ко мне Ух Расслабилась, похоже А, сразу Ну сразу Это не страшно Сразу там и съедим Поторопился Надо было Слон Аш1 А потом уже Конь в 4 Здесь-то мне кажется Не должно быть страшно Ну что, он съест Наш Аш3 Я защищусь Где-то здесь Там у него ладья провисает Ну А если так Называется Все в атаку, да? Хочется съесть на Аш6 Интересненько Даже если он съест на Аш6 Между прочим Это все еще не мат Что он тут хочет А у меня что? У меня лишняя пока фигурка Фигурка Если Аферс С5 Он допустим Конь Е7 Я король Аш7 Ладья Б7 Какой-то там ход есть Выглядит Не глупо Есть еще ход Какой-то типа Ладья Ф6 Ферс Аш6 И допустим Слон Аф5 Что? Вроде у меня все прикрыто Да? Давайте так Поприкрываем тылы Заготовила Ходсон Аф5 Думала, конечно, долго Но вроде бы Не зря Первую партию, конечно, по времени Не надо было проигрывать Но мы тут играем не на коровку Поэтому ничего Как вы относитесь к тому, что Ян не помнишь Я анонсировал матч с Потаниным Может, он готовился не к тому матчу Да, завтра будет Ян играть Ну, как матч Там, по-моему, матч, состоящий из одной партии Будет играть с Владимиром Потаниным Но это матч чем-то назвать нельзя По-моему, просто выставочная партия И мне кажется, что она такая, скорее, дружеская Что меня приятно удивило Это то, что Владимир Потанин Я так понимаю, действительно Не просто спонсор А любитель шахмат И я так понимаю, что он более-менее неплохо играет Не знаю, в какую силу Но достаточно, видимо, прилично Иначе бы Ян вряд ли бы стал играть с ним матч Ну, по крайней мере, даже одну партию Так что Так что, мне кажется, что это просто дружеский поединок И относиться к нему Как-то слишком всерьез не стоит Это, естественно, не ради зарабатывания денег Я думаю, что это больше похоже, скорее, наоборот На какие-то обязательства по контракту Потому что Норильский Никель, я так понимаю, что один из спонсоров И Российской Федерации, и Яна был на матче Поэтому Мне кажется, ничего такого особенного Так, а я играю с Сердобольным Это, кстати, наш, по-моему, постоянный Постоянный зритель Не удержусь от хода конь же 4 Не было ли искушения нарядиться в снежную бабу Вы знаете, каждый день меня это искушение преследует Но я с ним борюсь С тем, чтобы в бабу нарядиться Так, что тут еще Да, по поводу того, чтобы ставить лайки Это правильный комментарий Друзья мои, не забывайте поддерживать канал Ставить лайки Писать интересные комментарии Отправлять донаты В общем, все, что можете Все приветствуется У меня, кстати, к вам очень серьезный вопрос есть Стоит ли вообще браться за комментирование Чемпионата мира по Рапиду и Блицу Потому что он стартует уже совсем скоро 26 декабря стартует Рапид 29-30 будет Блиц И что меня здесь смущает Так это то, что Ну, во-первых Будет комментироваться этот турнир везде, где только можно А во-вторых То, что мне кажется, что Блиц Действительно интереснее смотреть с картинкой А я картинку, естественно, получить не смогу Мне кажется, вот с учетом, допустим Классики, да Там бывает Смотреть видео-то особо и нечего Ну, кто во что там нарядился Кто как на кого посмотрел Но там эмоций мало И они очень сильно по времени растянуты Здесь, кстати, есть маленькая ловушка Если теперь сыграются пять То ход конца пять Меня должен будет озадачить Ну, не тут-то было Мы сейчас как-то уклонимся Случайно попал Сижу, заряжаюсь позитивом Ну, вот отлично Вечер прожит не зря Ага, профилактика Александр на чемпионат мира Как-то, похоже, не собирается Но Но Александр собирается в субботу Провести для вас стримчик Как раз будет Рождество Так что ждите рождественский стримчик Но я не уверена, что это будет шахматный Может быть, это будет кватернити стримчик Интересная идея пожертвовать ферзя Ну, ладно, не будем Не такая уж интересная По ближайшему рассмотрению Снегурочкой мне уже приходилось Несколько раз быть В том числе Шахматной В основном, конечно, шахматной снегурочкой И Как-то я в образе снегурочки Играла с детьми Несколько раз В общем, есть такой опыт Так соберите его Ну, знаете, если бы собрание Александра Заключалось в том, чтобы нужно было собрать чемодан То, пожалуй, я бы как-то собрала Есть Вещи посложнее Браться за комментирование Безусловно, надо Я вот думаю, может быть, все-таки сделать именно Как обзоры Выбирать какие-то самые интересные партии Вот нет у меня Четкого ощущения, что нужно Комментировать весь этот турнир С учетом того, что будет опять же Сергей Юрьевич, естественно Поставьте, пожалуйста, мора в угол Почему нет такого пожелания Там, что там у нас Какие еще наказания в детском саду бывают Да, вот я с вами согласна Что смотреть Блиц Интереснее с картинкой Поэтому никаких обид я здесь к вам Не имею Даже Если вы привыкли Смотреть и слушать Какие-то мои комментарии Я прекрасно понимаю, что Он хочет со мной ничью, что ли, сделать Смотреть Ферси в 2 Я от него убегаю Хорошо играет Сердобольный там Как уклониться от Как стать уклонистом Ну, я понимаю Я понимаю, что вся ваша игра Направлена на то, чтобы сделать ничью Да и позиция-то у вас хорошая, между прочим Крепкая, хорошая позиция И, казалось бы, чего стесняться Но мы сейчас будем воевать тут Так, пока уйдем Король Аш-7 Все-таки у черных чуточку получше Во-первых, конь на А4 На краю доски Фигур мало, конечно Ну, что-нибудь придумаем Как эту лодочку раскачать Да, комментировать Нет, если бы меня, конечно, позвали В качестве официального комментатора Или что-то такое Я бы, конечно же Это, кстати, двойной удар, между прочим Сейчас мы этому Сердобольному еще и тут проиграем При случае Ну, ладно Проиграем, но в борьбе Ничего не хочу Да-да-да Будем мы сейчас тут Городить и выгораживать Какой-нибудь огородик Почему я ц5 не сыграла, кстати? Надо было сыграть ц5 И это было бы даже Вполне себе идейная жертва Отрезать ферзя От защиты Противник Молодец Я, конечно, уже совсем трешово играю Но ничью не хочу А как выиграть Какими-то Простыми способами Не знаю Правда, Д5 можно еще Где-то было бы дернуться Но Ничего это особо не дает Попробуем ладью туда На Ж3 запулить Конь Б6 Конь Д7 Хочется играть, да? Ну, так-то мы глядишь Что-нибудь придумаем тут Конь может Заблудиться Ну что Близок был мой соперник К партии К партии века Но здесь уже Проблемки Веншпиль с лишней ладьей Пытаюсь перейти Да, ну, извини, дорогой друг Согласна с таким мнением Что Близц турнира Намного интереснее Зрителям в интернете Чем классика Как думаете С чем это связано Это связано с тем Что люди в интернет Приходят Отдыхать И, конечно, я вот сама Я вот сама, например, сейчас Пришла в интернет Я вроде как с одной стороны Как ведущая Как стример Вроде бы работаю На самом деле я уже В таком состоянии Конечно, что я уже отдыхаю В интернете Мы приходим Особенно, если мы пришли на YouTube Мы пришли Расслабиться Получить какую-то легкую Разжеванную Такую информацию для нас Мы не хотим напрягаться И, конечно, классика Кажется нам слишком Такой медленной Скучной Пока, кстати, ни одного Настоящего дракона У меня еще не появилось В этой партии В этом турнире Я имею ввиду Ну, посмотрим Скажем так В магистральные варианты Никто не идет Но вот ранний выход Ферзя на А5 Он часто бывает связан С ходом КБ3 Не знаю, насколько здесь Это, конечно, работает Но очень часто работает Все-таки основной план Ладья Ц8 Конь Е5 Здесь ход Ферзь Б4 Какой-то с нападением На слона на Ц4 Но Ферзь на Б4 Может и попасться Потом Под что-то Это что за ход? Что за ладья Что за ладья Ферзь 8 Соперник Вот это то И как ни в чем не бывало Естественно, продолжаем играть Это меня всегда потрясает В игре в интернете Как-то, ну Зевнул Ферзя Бывает Дело то Сделал ход Может быть по ошибке А может быть Человек Хочет играть, например Только каким-то Определенным цветом Такое тоже может быть У всех Все же решают Какие-то свои задачи С белым котом Мы уже играли Кто не без белого кота Называется Поднимите руку Кто без белых котов Тут у нас Да, о Вот он Драконь Драконистый дракон С основной на С4 Вот играет мой соперник Попробуем Попробуем Да Вот так Ж4 Здесь есть какой-то Любопытный ход Б5 Насколько я помню Ну, это жертва пешки Но я знаю Что ее далеко Не всегда Принимают Но бить конем Вот этим плохо Потому что на Ф3 висит Этим конем бить Ну, в общем Бить можно Но обычно Кстати, не бьют Потому что все-таки Мы жертвуем пешку Да Вот обычно не бьют Вот здесь проблема в том Что Теперь Что там у нас Гласит наука Позволять Играть H5 Или не позволять То есть это можно Играть самим H5 Можно играть Есть еще какая-то идея Связанная с Жертвой фигуры Здесь Сыграть как-то Б4 Б4 Потом отдать Потом съесть На Е4 Такая идея Играть так Играть так У нас пешка на Б4 Вообще-то тоже висит Теперь, если мы отдаем фигуру Конь Ф3 Взяли Конь Е4 Взяли Куру отдали Но я Если А4 Мы пойдем Давайте А4 А5 пойдем В смысле А4 Хотим пойти Х6 Что-то как-то Совсем страшно Но правда Если HG Мы не бьем То там появляется Коварнейший ход Конь Ф5 Ладно Если что Проиграем красиво Но сопернику еще Нужно отважиться Может быть Он Как-то Напугается А сюда Слон Д5 А если я Е6 Он взял Я ЕД Конь Ф5 Слон Д5 На Д5 Отдать лучше Конечно Чем на Б3 Потому что на Б3 Там у меня Своя игра появляется Там вот ДЦ2 Всякие заходы А здесь Е6 Кажется Что совсем страшно Так Еще раз Значит Е6 HG Взяли Конь Ф5 Да допустим Нет Конь Ф5 ЖАЖ Наверное Ладно Короче Некогда считать Надо ходить О Вообще Не угадываю Не угадываю Не угадываю Мысль Суперника Ой А почему я Конь Ц4 Не сыграла Елки-палки Блин Конь Ц4 Вход Просто Вообще Атаки Ноль После хода Конь Ц4 Вот все Вот Конь Ц4 Ноль Атаки Семен 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 Ну как же Так же Что Просто Конь Ц4 Сыграет И все И нет Атаки Вообще Ага Какой Кошмар Какой Кошмар Ну ладно На Ж Теперь у нас Хотя бы Пешка Е6 Есть Мы Попробуем На Ж Я буду Бить Эвжи В общем Мой соперник Играл Конечно Неправильно Он где-то Должен был Отдавать Слонам И ставить Мат Может быть Конечно Это паника Была Насчет Матования Но Выглядело Опасно Так Сейчас Какой-нибудь Латец Три Там Или Что Мы Заряжать Будем Латец Три Правда Непонятно С какой Идеей Но Бить Скорее Всего Будет Нельзя Так На нервы Давящий Ход Латец Три Еще Ход Конь Ц4 Взяли Взяли Непонятно Что Дальше Давайте Латец Три Что Дальше Непонятно Да Король А Один Если Он Пойдет Так Какой план Ладно Один Стриг Красивый Ход Пусть Там Себе Стоит Король А1 Я хочу Как-то Эту Диагональ Все Пробить Как Ее Пробить У меня Есть Где-то Ход Конь В3 Там В качестве Идеи Под Е5 Попадает Мой Соперник Здесь У меня На Е6 Висит На Е6 Теперь Должен Бить Конем Так А я Хочу Как-то Диагональ Диагональ Хочу Как-то Я Использовать Вот так Нельзя Так Пассивно Но Хочу Раскрыть Диагональ Я Как же Ей Воспользоваться Там Про этот Ход Я что-то Вообще Забыла Ой-ой На Д6 Висит Да Про Ход Версаж 2 Я забыла В конец Конечно Где Где Моя Атака Что Что Я Ничего Тут Не Нанесла Это Он Хочет Перекрыть Так Едим Так H5 H6 Спасайся Кто Как Может Называется Да А мы Бить Не Можем Водю Защитила Конь Ж4 Есть Ход А там Наш Висит Ж Ой-ой-ой Надо Как-то Пугать Соперника Чем-то Ну Там Матует Он Наверное После Х7 А Даже Ферзя Съедает Не Напугали Мы Ну как же Я не сыграла Конь с 4 В нужный момент Просто Можно было Съесть Чернопольного Слона Слона Так Ну что Есть тут Смысл Вообще Бороться Ну да Нет Ух Ну конь за 4 Же Съесть Чернопольного Слона И Прекрасная Просто Просто Прекрасная Была Позиция Соперник Позволял Надеется На хорошее Но Увы Кстати Турнир Без рейтинга Без Обсчета Рейтинга Поэтому Можно Здесь Отдыхать Ладно Белыми Будем Атаковать Будем Атаковать Злобно Подождите Я же Я же Хотела Атаковать Ну ладно Давайте Проверим Соперника Здесь Не хочу Я идти Вариант ЕД Конь Д5 Конь Д5 Ферз Д5 То что мы С вами Смотрели Перед Началом Стрима Да Стрима С Александром Ждите В субботу Для тех Кто Еще Не Услышал Партия Была Интересная Да Но Конь 4 Нужно Было Сыграть И Если У черных Есть Возможность Забрать Чернопольного Слона То То Эту Возможность Упускать Нельзя Ни В коем Случа Да Ранний Дракон Здесь Не сыграть Потому что Я поставила Сразу же Позицию С которой Мы Начинаем Все партии Ну и так Достаточно Выбор Большой Как-то Играют Обычно Конь В 5 Еф Еф Такой Вариант Основная Теория Сейчас В книжечку Мой соперник Залезет Теорию Посмотрит Видите Я же говорила В книжечку Залезет Теорию Посмотрит Все Посмотрел Все знает Шучу Конечно Может просто Вспоминал Но наш Контроль позволяет Присвучив Книжечку Залезть Тоже Вадим Дубицкий Ваш вопрос По поводу Связи Замужества И вообще Личной жизни С шахматами Мне кажется Что Вообще Это Вообще Это как-то Не так уж Связано Между собой По крайней мере У меня Я играю В шахматы И не играю В шахматы Вне зависимости От того Что Что происходит У меня На личном фронте Потому что Я в какой-то момент Просто пришла К выводу Что Для того Чтобы играть В шахматы Профессионально Нужно Обязательно Войти В топ 20 мира Хотя бы Если в топ 20 мира Вы не входите То играть Бессмысленно Ну Профессионально Играть бессмысленно Вот Исключительно Такие Знаете Практичные Соображения А так Вообще Я с удовольствием В шахматы Играю И до сих пор Это доставляет Мне огромное удовольствие Сама по себе Игра в шахматы Меня очень радует Ну что У белых Более такая Более Расправленная Пешечная структура Почти что Лишняя пешка Почти Ввиду того Что в каком-то Эншпиле 3 на 2 Может сказаться Но пока у нас Митершпиль Надвигать пешки На королевском фланге Вряд ли возможно У черных Два слона Но конь на Д5 В общем Довольно таки Силен Турнир по контр-гамбиту Альбина Мы уже Кстати проводили Такое у нас было Я не могу Пешку на А7 съесть В конце концов Жадность Не сгубит меня Взяли Возьмёт Возьмёт Ферзь f6 c3 Ладья c3 Взяли А подождите Например Такой вариант Взяли 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 Ферзь f6 c3 Ладья c3 bc fc3 Не получим ли мы там Какой-нибудь мотецкий отход конем какого-то такого страшного так, если я сыграю кони в 4, кстати ферзь f6, давайте пока c3 сыграю чтобы предвосхитить все эти выпады ферзем Мария, вы недавно были на кубке посла Китая, как вам турнир? да, это правда, я недавно была на кубке посла Китая он проводился очень красиво это была гостиница Украина в го я немножко умею играть не могу сказать, что сильно чуть-чуть так чуть-чуть умею все-таки кони в 4 где-то напрашивается ход пока ферзь куда-то уйдет у меня тоже, кстати, ферзь стоит под боем ферзь а7 это опция всегда со мной, да? не самая вкусная пешка на свете, конечно ну ладно, давайте съедим в общем, мне понравилось, как это все проводилось я хочу еще дополнительно видео пересмотреть потому что интересно, как показывается го у них же совершенно по-другому показывается не так, как шахматы у них именно видеокартинка доски на мой взгляд, это довольно непривычно мы-то с вами уже привыкли чем бьем? наверное, бьем слоном да, и как-то надо возвращаться или не возвращаться еще, конечно, жаднейший ход ферзь б7 ферзь б7 пробить жаднющий, конечно, ход, но любопытный как он будет защищаться, кстати на шести-то своих секундах здесь мы сейчас ему съедим может быть, аж 4, аж 5 но там, вроде бы, 8 правда, мне не нравится ход ладно, вернемся куда пойти? висит пешка где-то ладья подвисает немножко а давайте вперед пойдем просто на б2 там где-то зависнет сейчас как ой-ой-ой но пока, вроде, можно пробить да, пробить да, любопытная, конечно, партия но соперник слишком долго думал очень понравился стрим с Натальей Грейс ну, приятно слышать вы знаете, на канале Натальи так как мы выложили этот стрим и туда, и сюда у нее на канале этот стрим собрал вообще там, я не знаю, сколько тысяч тысяч 30, может, просмотров но у нее канал более популярный поэтому тут ничего удивительного так, а турнир-то меж тем завершен, что ли, уже? так быстро? как-то очень быстро все у нас получилось всего несколько таких драконов посмотрим, как тут где тут наши ребята из... о, последнюю партию играем ура! еще одну партийку дают нам сыграть давайте теперь сыграем со слон С4 а то Д5 мы уже пробовали теперь давайте со слоном на С4 поиграем слон Д7 допустим так так я Е8 этот ход мы не проходили это мы не проходили это нам не задавали тарам-пам-пам ну что, понеслась? или слон А6 на слон А6 он слон А8, наверное, заготовил там где-то у меня еще конь на Д4, кстати да, при слон А6 там же конь Д4 пока есть ход на слон Ж7 конь Б3 промежуточный ход вот, кстати, король Б1 фантастически полезный ход он от всех вот этих вот безобразий лечит ход король Б1 от всех промежуточных ходов от всего-всего-всего что-то у нас 6 как-то напрашивается это у нас все какая-то теория наконец-то но я хочу проверить самые какие-то сумасшедшие линии так проверяем сумасшедшинку смотрим, к чему это все приведет подождите, а здесь в отличие от предыдущих вариантов на коне Х5 нет ли случайно хода ЛДН, ЖН ФЕРЖИ 5 там же конь Ж6 хода нет ли за ФЕРЖИ 6 То есть, а если король h7, то я просто бью. Как-то на вид, по-моему, без костей. Нет. В общем, не все тут так легко, мне кажется, за черных. Партия в зачет уже не пойдет, но мы здесь играем для обучения. Жадный мой соперник. Жадный мой соперник. Бьем. Ой, чувствую, что сейчас мы заматуем. Где-нибудь должны заматовать. Каким путем мы должны матовать с вами? Можно просто сыграть владеет Дэна Ж1. Ну, он где-то Е6 должен сходить, да? Для того, чтобы защититься. А если мы пожертвуем качество, он съест. Допустим, вот в этом варианте. Мы так, он Е6. Мы можем, кстати, сыграть кони в 5. Чтобы на Д6 пробить. А если, допустим, мы не кони в 5, а владея Ж6 взяли. Ферзь Ж5. Висит на Ж6. Король в 7. Владея Ж1. Владея Ж8. Каким-то чудом, юдом пока еще не мат, да? Нет, дождите, а может там... Ладно, в общем, давайте так сыграем. Так. Ну, кони в 5 напрашивается. Ход, конечно. Хотя ладея Ж6, ФЖ. Ферзь Ж5, король в 7. Тоже уже на кони в 5 здесь. Где-то тоже почти. Ладно, давайте кони в 5 сыграем все-таки. Мне кажется, надо сыграть кони в 5. Все эти варианты должны быть с успехом. Д5, что ли, должен играть как-то? Ну, Д5... Может быть, да? Д5 еще как-то. Сюда. Так, если мы ферзь С3, конь Е4, ферзь Х8, король Х8, слон Ж7, матуем, да? Давайте проверять вариант. Взяли, конем бить нельзя, потому что связка. Король Х8, слон Ж7, шах. Двойной король Х8. А, ладея Х8, это же не мат. Конь Х8. Стоп, ну, как-то ферзь Х8, это красиво. Давайте еще раз. Ферзь Х8. Король Х8. Слон Ж5. Король Ж8, слон Д8. Не то. Так, а если мы сыграем ладея Ж6, ферзь Х8, король Х8, слон Ж7, король Ж8. Ладея Х8, король Ф7. Понравился формат. Хоть узнал, как примерно разыгрывать. Мат же должен быть. Должен быть мат. Как поставить мат? Не знаю, как поставить мат. Так, слон Ферзь Х8. Сюда. Слоном куда-то уйти. Наш Ж7. 7, король Ж8. Конь, ладея Х8, конь Х8. Не мат. Как ни странно, это не мат. Ладно, уговорил. Конь Д2, слон Д2 пока. Ну, я не нашла красивого мата. Хотя, наверняка, как-то он может и ставиться. Приходится играть так вот, по-простецки. У меня есть какой-то Ферзь Х6 ход. С идеей напасть на мат. И напасть на коня, между прочим. Да. Слышал меня, что ли? Ферзь Х5. Ну, Ферзь Х5 это не угроза, потому что я побью, побью ладея Ж6. Все-таки я коня отыграю. Не до красот уже, конечно. Приходится... Просто приходится как-то играть. Хотя, хотелось, конечно, напоследок... Хотелось напоследок что-нибудь красивое сыграть. Ну, извините. Не нашла мат. Потом разберем. Разберем, как можно было правильно сыграть. Конечно, по всей логике мат после Ферзь Х8 должен был ставиться мат. Но что-то я не нашла. Как же так? Такая атака не увенчалась матом. Ну, это же просто какое-то... Неправильное. Так, а давайте попробуем посчитать вообще, что у нас по материалу. У нас две ладьи, у него одна. У нас три легких фигуры, у него четыре. Значит, мы с лишним качеством за две пешки. Материальное что-то типа равенства, но у него король все-таки значительно хуже, чем у меня. Как был, так и есть. Дай там. Где-то коня А4, конечно, мне надо сыграть. Проверить коня Ж6 на живность. Защитился, да? Что я творю? Что я творю? Что я творю? Дай там. Ой, этот прямух был лишним. Да, давайте посмотрим партию, проанализируем. Ну, неужели не было мата, а? Так, давайте посмотрим. Так, сюда. А, подождите, вот ладей 8, кстати, ход, да, ладей 8 это не теоретический ход. Так, вроде нормально. Сон H6, в итоге мы пришли к какой-то теоретической позиции. Сон H8, G4, правильно. H5, нормально. Взяли, взяли, взяли. Держи 1, нормально. Так, кони в 5, мне кажется, тоже хорошо. Съели, съели вот эту позицию, да. Так, а он говорит, что это позиции... Ху-ху, ничего себе, говорит, это выиграно за черных позиций. Да ладно? Что-то он мне голову морочит. Так, кони в 5, первая линия, плюс 7. Ладья c3. А-а-а-а. Вот здесь все-таки этот вариант я зря не досчитала. Ладья g6, в жефер g5, король f7. Да, здесь конь d6, король e7. Вот до этого я, кстати, досчитала варианта. И неправильно оценила позицию. Оказывается, говорят, что здесь ходишь e5 и просто выигрываешь. Хм, фантастика. А я решила, что я здесь поставлю мат. Да, я просто решила, что после кони e4, ферзь h8, я ставлю мат. Поэтому я на этот вариант пошла. На король h8. Ну, слон g5, слон d8, это плохая позиция, а слон g7. Да, я еще как-то вначале думала, что ладья h8, это мат. А потом поняла, что конь на g6 стоит. А после ладья h8, конь h8 нету, мат-то нету у меня. А если сыграть слон d4, так он потом как-то должен, по идее, защититься. Как-то темп. Ладья h8 грозит мат. Кстати, на e5 забавно, что ладья g6 матует. Да, в общем, любопытная, конечно, позиция была. Была, но оценила я вообще все неправильно. Все неправильно. Но было довольно любопытно. Но видите, когда еще играется без какого-то такого, без борьбы на результат, то можно себе позволять. Ну, ладья g6, да, вот здесь вот ладья g6. Вот это была бы моя маленькая, вечно зелененькая. Если бы я так сыграла здесь. Да, но самое интересное, что вот до этого варианта я доходила. Ну, вот что-то я не думала, что e5 это... Во-первых, ход e5 как-то не приходил в голову. Я думала, здесь вместо такого хода еще смотрела всякие ходы, типа такие, но... Сиди, на g6 пробить и мат поставить. Ну, а если так, то конь d6. Вот какие-то вот такие у меня варианты в голове крутились. А то, что конь d6, король e7, e5 это сразу выигранное. Ввиду того, что если, например, ладья уходит, то мы играем слонов 8. О, аллилуйя! О, какой мат-то! Слонов 8! Ну, это надо быть компом, чтобы еще тут ладья аж 7 нанести. Ну, ладья аж 7-то уж можно нанести, да. Ну, красота! Согласитесь, это все было довольно красиво. И приятно, что напоследок была по-настоящему драконовская позиция, драконовская игра. Но мой соперник молодец, в общем. Я бы, наверное, побоялась идти черными на эту позицию. Да, e5 ход, конечно, крутой. Вот здесь вот крутейший ход e5. Смотришь какие-то шахи, естественно, да. То есть вот в этой позиции какие-то шахи, шахи, шахи. А шахов вроде как-то и нету. А вот ход e5, он короля полностью здесь баррикадирует. И теперь, чтобы распаковаться из этой коробочки, нужно пойти как-то так. Ну, тогда мы хотя бы даже просто съедим ладью. И потом и эту ладью съедим, и коня съедим. То есть тут материальные потери уж слишком велики. Ну, слонов 8, да, конечно, классно. Классно. Ну, я получила какое-то удовольствие от этого турнира. А давайте теперь будем чествовать тех, кто молодец. Dread 9872. Не знаю, кто вы, но вы заняли первое место. Поздравляю. А 796 часто играет в наших турнирах. На берсерках. На берсерках тут народ у нас бежал и хорошо добежал. Фишко. Вот они, настоящие укоротители драконов. Наши три призера. No replay again. Тоже на берсерках. Смотрю, Никола Дубовик, Артем. В общем, все молодцы. Я вижу, что тут наши постоянные зрители играли. Также нам приходил донат Сергей от Сергея, который сама программа нам зачитала. Большое спасибо Сергею за поддержку канала. Ну, что ж, я думаю, что мы будем продолжать с вами такие тематические стримы с тематическими турнирами. И будем изучать новые для себя варианты или хорошо забытые старые, как, например, вот вариант дракона. Будем совершенствоваться. Для того мы здесь, я надеюсь, с вами и собрались. А не только для того, чтобы немножечко развлекаться. На этом я с вами прощаюсь. В субботу стрим по плану Александра Морозевича. Готовьтесь к игре. Я думаю, что наверняка будет кватернити. Поэтому не забывайте там подготовиться. Может быть, зарегистрироваться на сайте, чтобы можно было сыграть с Александром. Не знаю в итоге, что он задумал. Но вас ждет рождественский стрим с Александром. Ну и также будем посматривать чемпионат мира. Думаю, что комментировать я, наверное, его не буду. Так вот прям партию за партией. Но какой-нибудь обзор постараюсь подготовить. Так что до новых встреч. Всем пока. Ставьте лайки. Играйте в шахматы. И скоро обязательно с вами встретимся на нашем канале.